Создать 3D принтер своими руками, причем не просто смоделировать прибор, а расширить и улучшить функционал существующего оборудования. Такая идея пришла в голову наставникам и воспитанникам Железноводского центра молодежного инновационного творчества «Луч». Удается ли воплотить этот проект в жизнь? На какой он сейчас стадии реализации? Что конструкторы планируют получить в итоге? Об этом и не только. Поговорим с руководителем по совместительству преподавателем робототехники центра Алексеем Лучниковым и инженером по оборудованию Игорем Леоновым. Алексей Юрьевич, Игорь Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Прежде всего, почему пришла в голову такая идея создать 3D принтер самостоятельно? Чем вас не устраивали приборы, которые существуют сегодня? Ну, все началось с того, что я собрал свой самый первый 3D принтер. И когда хотел его улучшить, что-то доработать, сделать его больше похожим на полупрофессиональные уже модели, я понял, что намного проще и интереснее будет создать сразу принтер с нуля, который будет стоить недорого, но при этом будет на уровне с полупрофессиональными решениями. Долго ли пришлось уговаривать ребят подключиться к этой работе? Нет, нас долго не пришлось уговаривать. Мы те еще энтузиасты. Была под одна идея. Мы ее подхватили и начали реализовать. Когда началась реализация проекта и в какой стадии работы вот сегодня? Ну, изначально все работы начались, наверное, уже больше года назад. Ну, вначале это было все на уровне идеи, как бы попробовать. Ну, потом, когда мы уже за это серьезно взялись, именно в плане, чтобы все это на базе школы реализовать, как бы все сразу сдвинулось с мертвой точки. Соответственно, у нас есть полностью модель спроектированная в как программник, изготовлены все детали, закуплена вся электроника. Сейчас все на стадии сборки и тестирования уже модели. Насколько я поняла, вы планируете реализовать этот проект в два этапа, правильно? Ну, у нас вообще, как бы, как таковых хотел я сделать, чтобы было три этапа. Первый, это мы собираем, тестируем в самой школе 3D-принтер. Затем, если нас это устраивает, мы делаем шесть еще экземпляров и отправляем в другие школы и другим 3D-печатникам, кто этим занимается. Соответственно, получаем от них обратную связь, кому что нравится, либо не нравится, что поменять. И после внесения изменений уже запустить массовое их производство. Вы сказали, детали уже изготовили. Детали изготавливали сами? Да, детали мы изготавливали в самой школе, на тех станках, которые есть. Это лазерная резка, соответственно, и на уже имеющихся 3D-принтерах печатали детали. Вот если посчитать, сколько будет стоить техника, которую изготовите вы? У себя на базе. И насколько это будет дешевле или, может быть, дороже тех машин, которые предлагают сейчас в массовой продаже? Мы планируем уложиться примерно в 30 тысяч рублей за уже собранную, настроенную модель принтера. Примерно аналоги российского производства начинается стоимость от 70-80 тысяч за принтер. Ничего себе! Ну, разница значительная. За счет чего удается так сэкономить и удешевить производство? Мы стараемся упростить саму конструкцию принтера, чтобы сборка была как можно проще. И использовать самые ходовые детали, которые легко купить. Соответственно, он будет недорогой в сборке и более простой, дешевый в обслуживании. Повлияет ли это на качество? Не упадет ли качество продукта и качество 3D-печати? Ну, насколько сейчас, уже мы пробовали, тестировали, качество вполне на уровне. После того, как пробные образцы пройдут обкатку, скажем так, вы хотите запустить массовое производство. На кого оно будет ориентировано и какую нишу рынка вот таким образом вы планируете занять? Интереснее всего, на самом деле, для начала данный принтер будет учащимся, либо тем, кто занимается моделированием и моделизмом. В авиамодельные кружки ходит, автомоделизмом занимается. Ваши воспитанники участвовали в создании этого принтера или нет? Да, конечно. Мы проводили серию мастер-классов, когда мы реализовывали каждый этап сборки 3D-принтера. Мы привлекали воспитанников центра, школьников города, предлагали прийти, посмотреть, как создается реальный продукт. То есть, конечно, принимали активное участие. Ну вот, раз мы плавно перешли к воспитанникам и, собственно, к самому центру, давайте расскажем нашим зрителям, что же это такое Центр молодежного инновационного творчества «Луч»? Что это за площадка? Чем вы занимаетесь? Кого принимаете? Кого обучаете? Наш центр, Центр молодежного инновационного творчества «Луч» был создан в 2018 году на базе образовательного центра «Луч», который существует с 2015 года. И в 2018 году, благодаря участию в федеральной программе, мы выиграли грант на создание центра. Скажем так, выиграли мы его со второй попытки. А выиграли где грант? Что? Где выиграли грант? Куда подавались на грантовую? У Министерства экономического развития Старопольского края проводится конкурс. Туда подавали все необходимые документы, защищали там же проект. И вообще смысл Центра молодежного инновационного творчества заключается в том, чтобы у детей, молодежи, студентов был доступ к современному высокотехнологичному оборудованию. Где дети могут реализовать, также студенты, аспиранты могут реализовать свои идеи, задумки, которые у них есть в реальные прототипы. То есть от идей до создания реального прототипа. Чтобы вывести свой продукт на рынок. Если мы рассматриваем наш Центр, то у нас дети могут обучиться по следующим направлениям. Это робототехника, это радиоэлектроника, курс беспилотных летательных аппаратов. Да, оператор беспилотных летательных аппаратов. А также 3D-моделирование и инженерная графика. А кто преподаватель? Какие направления в нашем Центре? Кто преподаватель в вашем Центре? Непосредственно я преподаватель робототехники. Есть еще у нас двое сотрудников, кто также ведет преподавательскую деятельность. Я просто к тому, где вы берете специалистов по таким направлениям, достаточно сложным. И скажу, что сильно распространенным у нас в регионе. Все наши преподаватели, в первую очередь инженеры. У них есть опыт работы на производстве, том или ином. И также у них есть курсы повышения квалификации, чтобы они могут вести педагогическую деятельность. В первую очередь это инженеры. Потому что взять готового педагога, который знает, разбирается в оборудовании, наверное, сложного найти. К сожалению, у нас в городе таких не нашлось. Сколько детей на сегодняшний день посещает ваш Центр? Скажем, я могу привести цифры прошлого года. За прошлый год во всех наших мероприятиях и также в обучении наш Центр посетило более 600 человек. Для Железноводска это большие цифры? Что? Для Железноводска это большие цифры? Я думаю, для Железноводска это хорошие цифры. Да. В этом году показатель должен быть у нас чуть-чуть повыше. Но я думаю, мы его также сделаем. Просто последние события мировые внесли свою корректировку. наш образовательный процесс, нашу деятельность. Кстати, как отразилось на образовательном процессе режим самоизоляции? Прекращали ли вы занятия или все-таки перешли на удаленку, на дистанционное обучение? Скажем так, 27 марта для нас наступил тот час икс, когда к нашему привычному образу работы, к которому мы работали 5 лет в Центре и 2 года в ЦМИТе, пришлось что-то менять. Решение мы приняли, наверное, быстро. Первое, что мы сделали, это, не знаю, за один день мы выбрали образовательную платформу, куда мы захотели перевести часть своих курсов. Скажем так, образовательную платформу онлайн знали, но никогда к ней не прибегали, потому что не было надобности. Скажем так, мы переводили онлайн несколько этапов. Первый этап – это выбор образовательной платформы. Второй этап – выбор тех предметов, которые мы можем перевести онлайн. В онлайн сразу у нас ушло программирование. Работотехнику, к сожалению, в онлайн без конструктора сложно представить, но тем не менее мы провели анкетирование среди наших родителей. Есть ли дома интернет, есть ли ноутбук или планшет и так далее. В участии наших студентов, которые нас посещают, есть дома образовательные наборы. Также это было зафиксировано в анкете. Следующий этап, который был при переходе в онлайн, это мы, скажем так, захотели донести до родителей, что онлайн – это легко, что у вас не будет болеть голова. Мы сделали специальную инструкцию пошаговую, в которой все расписали. Была выслана каждому родителю онлайн-инструкция, как будет теперь проходить занятие, что для этого нужно, чтобы родитель сам увидел, как будут строиться занятия, и понял, до моего ребенка это будет легко. К сожалению, скажем так, не у всех наших воспитанников нашлась такая возможность. Многие не смогли продолжать на это время обучение. Тем не менее, следующий этап, после того, как мы выявили тот список родителей, кто смог перевести детей в онлайн, как перевести курсы в онлайн. Мы тоже посидели, тоже это заняло у нас один день, и пришли к решению, что у нас урок разбился на три части. Первая часть – это мы созваниваемся непосредственно с студентами, проговариваем задания, теоретическую часть вводную даем, затем 45 минут самостоятельно работать детям, и завершающий этап урока – это третий, 15 минут проверка задания. Вот так как-то мы реализовали переход в онлайн. Наверное, это заняло у нас неделю максимум. Сейчас вы возвращаетесь в привычное русло проведения занятий, или у вас сейчас каникулы, и вы готовитесь уже к новому учебному году? На данный момент у нас сейчас каникулярный период, но с 1 сентября мы возобновляем работу. Время самоизоляции мы провели с пользой, разработали новые курсы, и сейчас будем активно набирать новые группы для обучения. Какие курсы новые появились? Мы разработали курс инженерной графики, который, кстати, мы можем также перевести онлайн в любое время, и курс веб-разработки. Ребята, которые у вас могут обучаться, это только из Железноводска дети, или вы пытаетесь привлекать из близлежащих поселений? Непосредственно, когда мы рассматриваем оффлайн-занятия, все дети наши местные, Железноводска, Наземцево, в онлайн мы чуть-чуть расширили наши границы, у нас обучились дети из минеральных вод и из города Лермонтово. Ну, то есть охотно пошли на такое? Наверное, да. Но нам-то абсолютно не важно, откуда ребенок. Как строится образовательный процесс у вас? Как образовательный процесс строится у вас, и сколько по времени занимает курс обучения? Там год, два, три, сколько ребенок может посещать центр? Скажем так, у каждого курса свое количество академических часов. В среднем один курс длится три месяца. Все зависит от возраста ребенка. Если у ребенка возраст 6-7 лет, понятно, он может пройти пока только один курс. Если ребенок чуть постарше, он может пройти курс по робототехнике, 10-12 лет, и тут же, получив основу робототехники, перейти на курс радиоэлектроники. Также с курса радиоэлектроники он может продолжить заниматься на курсе управления беспилотными летательными аппаратами. То есть у нас весь процесс обучения построен так, что мы воспитываем ребенка и даем ему знания поэтапно. То есть получил какой-то плацдарм знаний, переходишь на следующий шаг. То есть все по цепочке. Мы можем провести на данный момент ребенка от дошкольника до 9-х, 10-х, 11-х классов. Насколько доступно обучение? То есть должны ли родители платить за обучение? И если да, то насколько это доступно? Или это в рамках доп. образования идет? Ну, конечно, это у нас доп. образование, да. Даже, можно сказать, такая кружковая деятельность. У нас есть бюджетные места, да, но и также у нас есть ребята на платной основе. Чаще считаю, даже по меркам Железноводского у нас доступные цены. Но, скажем так, основная проблема – донести до, даже не до ребенка, а до родителя, для чего, почему и как, зачем нужно этим заниматься, да, как это пригодится ребенку в дальнейшем. Вот, это основная проблема. Если детей с первого по пятый класс, они идут охотно, то уже дети чуть постарше, да, пятый, шестой, девятый класс. Очень сложно, сложно привлекать. Почему? Ведь, казалось бы, очень перспективные направления. Молодежь в последнее время увлекается не тем, чем хотелось бы нам, чтобы они увлекались. Все хотят гулять, отдыхать, особо не напрягаться, не думать сильно. А тут вся деятельность именно нацелена на максимально занятость, чтобы максимально человек обдумывал все, что он делает. Вот, кстати, чем вы руководствовались, когда отбирали направления обучающие, которые реализуете у себя на площадке? Наверное, прежде всего, исходя из того оборудования, которое у нас предусмотрено, да, грантом. И второе, это перспектива в дальнейшем для человека, для студента, устроиться на работу, высокооплачиваемую и востребованную даже. Вот, наверное, этим. Ну вот, модель сборка 3D-принтера, это действительно очень интересный и перспективный проект. Ну и мне кажется, он не просто имеет право на жизнь, а вполне может окупиться и быть успешным. Есть ли у вас еще какие-то подобные проекты, которые вы могли бы, хотели бы или планируете вот так же либо запустить в массовое производство, либо как-то коммерциализировать? Да, есть, конечно, еще проекты. Соответственно, например, один из проектов это запустить линию по производству филаментов для 3D-печати. Ну это, собственно, самой нити, которая печатает 3D-принтер. Расходный материал производится. Есть вот идея запустить именно линию производства тоже. И также есть еще идея выпустить станки, фрезерные с числовым программным управлением и маленький токарный станок именно настольного типа для хоббистов, кто занимается вот именно моделизмом, как бы судомоделированием, авиамоделизмом. Вот для них именно настольные небольшие станки такие тоже выпустят серийно. Участвуют ли ваши воспитанники в каких-то конкурсах профильных, которые проводятся? Да, за тот период, что мы ведем свою деятельность, наши воспитанники участвовали в конкурсах. Мы, к сожалению, пока без призовых мест. Но, думаю, у нашего центра, и у наших воспитанников еще все впереди. Насколько, в принципе, конкурсная работа, конкурсная деятельность важна в вашей работе? Я думаю, что конкурсная деятельность является таким весомым, занимает весомое место в нашей работе, потому что видя глаза ребенка, когда он так увлеченно занимается какой-то деятельностью, хочет доказать, наверное, себе и окружающим, что он может, ну, это хорошие эмоции. Ну, это занимает не так много времени, скажем так, чем основная работа, но приносит эмоции совершенно другие. Игорь, вы сказали о нескольких проектах, рассказали, которые планируете запустить в производство. Ну, я так понимаю, это как обеспечение собственной же работы, то есть не закупать оборудование. Зачем закупать оборудование, если его можно сделать самим? И это будет рациональней и дешевле. Ваши воспитания? Ну, это как бы да. Это и расширение своего станочного парка, грубо говоря. Соответственно, ну, потому что на самом деле вот все станки, они не так быстро работают, как все там представляют и видят, что там на 5 минут запустили. Нет. На самом деле, на том же 3D-принтере одна печать, одной детали может идти от 4 до 15 часов. Соответственно, одно дело, если там один ребенок, на... Ну, есть 3 пинтера, и там 3 ребенка, там какие-то свои детали печатают. И другое дело, если их будет 20 штук, конечно, это будет намного веселее и интереснее. вот. Соответственно, тут и для расширения своего именно парка станков это тоже очень интересно. Воспитанники ваши принимают в этом участие или это проекты только преподавательского состава? Ну, мы, по крайней мере, показываем им все этапы от идеи до, соответственно, конечного результата. они видят, как это все моделируется в КАД-программах, какие у нас есть идеи, как мы это воплощаем. Соответственно, они какие-то тоже вопросы задают, участвуют при этом. Потом, когда идет изготовление деталей на самих станках, конечно, они присутствуют, потому что это интересно. Сборка интересная самого станка, настройка его. Везде как бы мы все показываем, чтобы это было всем интересно. Если мы говорим не о таких глобальных проектах, а о чуть более приземленных, то, например, ребенок приходит и говорит, я видел такую штуку в интернете, например, с ребенком один проект мы реализовывали, это с меня копилка из всеми популярной игры Майнкрафта. Да, говорит, я видел такую копилку, давайте поможем ее сделать. Ну, соответственно, вместе с ребенком мы садимся, рисуем, моделируем, да, и затем вырезаем ее на оборудование и получается готовый проект. То есть зачастую дети выступают такими идейными вдохновителями в создании чего-то, да, к чему бы мы вообще ни посмотрели, ни подумали. Взрослые проявляют интерес к вашему образовательным программам. Ну, было ли такое, что родители приходили и говорили, что круто, хотели бы попробовать, ну, вообще и возможно ли это? К сожалению, таких случаев у нас не было, но когда мы регулярно, когда мы регулярно проводили экскурсии по нашему центру, зачастую детей сопровождали родители, да, для школьников проводим экскурсии постоянно, детей сопровождали родители, родители пребывают в шоке, наверное, видя все оборудование, чем оснащен центр, они говорят, что и подумать бы не могли, что у нас в Железноводске такое есть оборудование. Кстати говоря, о взрослых, да, людях, у нас есть, на базе нашего центра действует проектный клуб, что он собой подразумевает, то есть проектный клуб создан для того, чтобы создать, включить в себя инженеров, молодых аспирантов, студентов, также людей, любых возрастов, кто заинтересован в реализации какого-либо проекта. Любой человек, который имеет идею какую-то, может обратиться к нам в центр, да, со своей идеей после общения с нами, нам будет принято решение, будем ли мы реализовывать его проект на базе нашего центра, да, или не будем. То есть президент нашего проектного клуба имеет доступ к оборудованию, да, после прохождения всего обучения, да, на оборудовании изучения техники безопасности и доступа к расходным материалам, но также нашей помощи. Вы сказали, что родители зачастую удивляются той аппаратуре, которая есть в центре. Ваша гордость, вот, самый, не знаю, дорогой для вас, ну, не обязательно в финансовом эквиваленте аппарат, а вот, которым вы действительно гордитесь, что у вас в центре такое оборудование есть. Для меня, наверное, наш лазерный станок, а для Игоря... Для меня все умеется. Лазерный станок, да, самый, наверное, интересный и такой станок, которым достаточно несложно пользоваться, а возможности у него тоже безграничны. Игорь, Алексей, расскажите нашим зрителям в заключении, как к вам попасть, существует ли какой-то отбор, ну, и вообще, вот, если ребенок заинтересовался такой темой, хочет стать инженером, вот, по инновационным направлениям, как к вам попасть, куда обращаться? Мы находимся по адресу Горио-Железноводскую Солидность, в АВЭ, есть сайт смитлуч, да, где указаны все контакты, можно позвонить, записаться, ребенок может прийти с родителем на открытый урок, посмотреть, как проходят занятия, что мы делаем, также сам принять участие в этом занятии, уже для себя решить, ходить ему к нам в центр, посещать тот или иной кружок или нет. Причем, еще большой плюс центра нашего, да, у нас есть много различных направлений. Ребенок может посетить одно направление, второе, третье, четвертое, и посмотрев все направления, он может выбрать то одно, которое ему действительно придется по душе. Да? Спасибо, Алексей Юрьевич, спасибо, Игорь Валерьевич. О Железноводском Центре Молодежного Инновационного Творчества и уникальных проектах, которые реализуют его наставники и воспитанники, мы говорили с руководителем по совместительству преподавателем робототехники Центра Алексеем Лучниковым и инженером по оборудованию Игорем Леоновым. Это была программа «Актуальное интервью». Меня зовут Кира Рогожина. Оставайтесь на своем. Продолжение следует... Продолжение следует...